Ребят, всем привет! Ну что ж, по вашим огромным желаниям, по желаниям, комментариям, мы сегодня решили отснять для вас расширенную версию Новодевичьего кладбища. Будем снимать подробно про каждого актера, писателя, поэта. Максимально всех, кого найдем, мы отснимем и расскажем. Вот позади меня схема находится, как входите в центральный вход. Здесь указаны все актеры, писатели, поэты, кто где покоится. Поэтому, если кого-то интересует, кто-то персонально, вошли, почитали, увидели. И все участки отмечены. Здесь шестой участок, там второй. Также Новодевичье кладбище делится на три, как бы, таких больших участка. Но это не участки, а есть старые Новодевичьи кладбища. Это которые людей перезахоронили от Новодевичьего монастыря в начале века двадцатого. Есть новые Новодевичьи кладбище, а есть уже новейшие Новодевичьи кладбище. Так что, предварительно все рассказал. И сегодня у нас еще такой интересный момент получается. Есть наш подписчик, вот, зовут его Роман. Он приехал из города Киева. Вот, специально для того, чтобы посмотреть московский, не только по ГОСТу, а все красоты, наверное. И сегодня мы будем снимать вместе с ним. Так что, вот этот формат, это будет такое наше открытие. Если кто-то будет приезжать, пишите ВКонтакт. Пожалуйста, вместе с нами на съемки все, что угодно. Ну что ж, а мы поехали дальше. Ребята, вот мы отошли от центрального входа, там буквально пять метров, по центральной аллее. Она так и идет вдоль. Здесь нет таких участков, где похоронены как на Ваганьково, например, тренерская такая маленькая аллея. Здесь есть некоторые актеры, которые также в разных сторонах. Вот с правой стороны, сразу от входа, здесь похоронен Григорий Федотов. Ну их, в принципе, здесь и отец, и сын похоронен. Кто знает тренерский состав Спартака, это уже двухтысячных годов. Кто знает игроков Федотовых, то это отец, ему еще памятник возразили. А здесь также Федотов, это уже сын. Вот, Слав, фотографии вот это приблизь. Да. Поэтому, господа, что по поводу футбола, если московские Спартаковцы будут заходить, то Федотов Владимир Григорьевич, скончался он в 2009 году, находится вот сразу буквально на участке, на входе. Да, повернули направо, но здесь есть же опять знаменитая Спартаковская розетка, она же шарф, поэтому найдете. Ладно, пойдем по центральной аллее. Ребят, прошли дальше мы по центральной аллее. Сразу хочу немножко извиниться, здесь очень много всегда китайских туристов, разговаривают они громко, фотографируют еще больше. Вот мы прошли по центральной аллее, если повернуть налево, то сразу здесь большой памятник нашему знаменитому политику. Помните, да, премьер-министру Примакову Евгению Максимовичу? Памятник установлен, кстати, не так давно ему, так что не промахнетесь, если войдете сюда. Если мы поворачиваем налево и вот в виде российского флага, большого, но это похоронен первый президент России, именно Борис Николаевич Ельцин. По поводу его памятника ошибиться трудно. Самая центральная аллея, когда я работал, скажем так, на видео у Евгения Пантелейкина, он же Михалыч, я говорил, что в народе ее назвали аллеей четырех клоунов. Ну, это для кого-то кощунство, для кого-то, потому что здесь похоронены четыре клоуна. Мы про всех отснимем, я вам потом покажу. Смотрите, Игорь Киво, позади Бориса Ельцина сразу вот находится. Вот его памятник, знаменитый фокусник, всю жизнь проработал в цирке, не только в цирке, на нашем телевидении. Вот всегда такая проблемка была, что нужно, прежде чем отснять один участок, нужно выключить камеру, перейти немножко на другой, потому что... Ладно, давай сейчас, наверное, выключим и перейдем на другой участок, потому что здесь нужно так... Пока все за могилой Бориса Николаевича Ельцина, Игоря Киво, на следующем участке, ну, вот следующая дорожка, артист Евгений Урбанский. Ну, фильм «Коммунист» советский, кто смотрел, и все его остальные, его помнят прекрасно. Погиб он на съемках своего фильма в 65-м году. Он там должен был выполнять трюк, когда на машине подпрыгнуть с сопки с одной и как бы приземлиться. Там что-то не получилось, машина подпрыгнула, приземлилась на нос и кувыркнулась. Получил тяжелейший перелом там с основания черепа и после чего скончался. Урбанская Людмила Владимировна рядом, ну, честно сказать, ну, наверное, родственник. Больше сказать ничего не могу по этому поводу. Поэтому на этом участке, на этой аллее из-за известных личностей, наверное, пока все. Ребят, на этой же центральной аллее, по другой стороне, если мы стоим, здесь, конечно же, вот так, если быть правильным, от входа и направо сразу. Здесь начинается вот от этой могилы, это знаменитейшая Людмила Зыкина. Что про нее можно сказать? Ну, все ее песни, исполнение ее помнит. Все эти посмертные уже ее скандалы с бриллиантами, когда все это разбирались. Что-то такое конкретное, если напоминать, из песен. У каждого, опять же, есть свои любимые песни. Вот, которую сами себе напоете, ту песню и вспоминаете. Чтобы далеко сразу не уходить, за Людмилой Зыкиной, здесь похоронен Сергей Михалков. Ну, также помню, что автор советского гимна, многих стихотворений. И, конечно же, отец наших знаменитых Никиты Михалкова и Кончаловского, еще одного режиссера. Тут, сейчас мы вернемся обратно, за могилу Зыкиной. Здесь похоронена Галина Уланова, знаменитая балерина. Родилась она в 1910-м, скончалась в 1998-м году. Ну, балерина, что про нее сказать? Огромного таланта и в Большом театре сколько лет выступала. И не только, на весь мир была знаменита. Пройдя дальше, еще более такой, ну, для меня, по крайней мере, может быть, для некоторых подписчиков. Для многих даже подписчиков. Ну, даже Слав, наверное, и всю Википедию все знают наизусть. Юрий Владимирович Никулин. Памятник уже неоднократно, наверное, в телевизионных передачах видели его. Где он сидит в своем цирковом наряднике, клоунском, с сигаретой в руках. И всегда охраняет его этот знаменитый пес. Супруга его, Никулина, Татьяна Николаевна, пережила на несколько лет. Родилась она в 29-м, 2014-м, скончалась. Никулин в 21-м родился, в 97-м скончался. На похоронах Никулина тогда были все политики. И в цирке на Цветном бульваре, где был выставлен его гроб на прощание. Сначала сказали, что будет прощание в течение 12 часов, а по итогам оказалось, что прощали с ним еще и в следующие целые сутки. Так продлевалось. То есть присутствовали все в те времена. Кто только мог, и Ельцин, и вся остальная наша политическая элита. Пройдем дальше немножко. Екатерина Максимова. Также знаменитая актриса. Певица-исполнительница. Борис Брунов. И как бы его называли конферансье. Знаменитой конферансье. Показать его фотографию, наверное, так быстрее вспомнят. Вот, ребят. Здесь, за Борисом Бруновым, сразу находится народная артистка СССР Марина Алексеевна Ладынина. Ну, все помните эти советские фильмы, эту знаменитую блондинку. Некоторые ее путали с Любовью Орловой. Были такие персонажи. Ну, я, по крайней мере, слышал, что, говорит, а кто это, Ладынина или Орлова? Я говорю, ну, здрасте, ты, наверное, или рано родился, или поздно. Что про нее рассказать? Ее знаменитый муж и кинорежиссер советский. Один из самых элитных, наверное, режиссеров таких был. Пырьев. Он ей палки в колеса вставлял и при жизни. И он был знаменитый. Еще ловелас такой. Поэтому жили они всегда не так тихо и мирно, как казалось со стороны, потому что в советских передачах показывали только плюсы, а минусов никогда никто не показывал. Проживала она на знаменитой Котельнической набережной Дом-1. После развода Пырьев ей перекрыл все дороги для съемок фильмов. И она очень надолго исчезла с наших экранов. Еще плюс того, что квартиры там разменяли, и ей досталась маленькая однушка в том же доме на Котельнической набережной Дом-1. Ну, и в советское время даже привлекалась там, когда по сталинским временам сколько раз. Не помню. Ну, насколько я знаю, там пару раз это точно там ее даже то ли арестовали, то ли пытались привлечь. Тем не менее, родилась в 908-м, а скончалась в 2003-м. Поэтому прожила очень долго, и я думаю, что счастлива. Ребят, для тех, кто любит истории про Великой Отечественную войну, и всех, кто их помнит, здесь похоронены все, ну, не все, наверное, а некоторые герои того советского времени, во время Великой Отечественной войны, ну, скончались кто-то во время Великой Отечественной войны. Вот, например, герой Советского Союза, генерал-майор Даватор Олег Михайлович, он там погиб. Это я точно знаю. Знаменитый младший лейтенант Талалихин. И Панфилов, также генерал-майор. Все их подвиги знают, знаменитых Панфиловцев и всех остальных. Поэтому зачитывать что-то из Википедии не буду. Всем, кому интересно, мы их показали. Такая небольшая военная аллея, потому что здесь главная военная аллея будет чуть позже, мы ее покажем. А здесь похоронен генерал Советского, ой, герой Советского Союза, генерал-полковник Городовиков, Говоров Владимир Леонидович, генерал армии, тем более у него звание было. Ну, дальше, рядом здесь, ну, рядом уже не военный человек, просто сразу, чтобы так автостопом показывать, кого снимаем, здесь Мстислав Ростропович и Галина Вишневская. Муж с женой, знаменитый композитор, когда-то в советское время тоже был выслан за пределы Советского Союза, потом вернулся, ну, вот это все находится на, рядом с центральной аллеей, скажем так. Ну, мы пойдем дальше, по прямой. Ребята, буквально на следующем постаменте, так, на следующей могилке, это знаменитый скульптор Евгений Вучетич, в 1908-м родился, в 1974-м году скончался. Чем известен, то, что именно он построил и придумал тот знаменитый ансамбль в городе Волгограде, который был воздвигнут. То есть, родина, мать, кто был в Волгограде, знает, да? Ну, вообще, мне кажется, про этот памятник знают все. Скорбящая Мать солдатам, то есть, там, музей Вечный Огонь, где рука, с этими фамилиями. Поэтому вот этот знаменитый, потрясающий скульптор, который все это дело придумал, похоронен на Новодевичьем кладбище, он этого заслужил. Ну, вот могила его здесь. Те, кто этим интересуется, пожалуйста, приходите, почитайте фамилия. Здесь, наверное, даже выключать не будем, слава, давайте дальше чуть пройдем. Как я еще раз говорил, здесь, на участках, вот на этих, пока что, где мы ходим, люди все разных профессий. Вот, прошли немножко дальше. Вадим Юсов, знаменитый кинооператор. Так же, кто-то хочет посмотреть конкретно, что он отснимал, где он работал. У нас в интернете все есть. Про Яковлю Юрия Васильевича можно говорить вообще часами. Так что, чтобы про него вспомнить. Все его фильмы, вот, какие назовете, например? Вот, Рома, сегодня с нами. Рома, ты какой его фильм больше всего? с Лехтюбаром, на первом месте этот фильм. Так, где он, где Ипполита играл? Да, да, Ипполита играла. А я все-таки, Иван Васильевич имеет профессию. Да, там-то он сыграл две роли, этого, Пунши и Ивана Грозного. Поэтому, фильмов у него, фермография огромная, если так и вспоминать, некоторым другие фильмы нравятся. Где он еще в более молодом возрасте, там, гусара играл, этого такого, бодрящего, как она, гусарская баллада, фильм назывался. Ну, если здесь, по, по этой аллейке, по этой аллейке, нужно немножко дальше, опять же, проходить, можно камеру даже не выключать, поэтому такое направление, это прям от центрального входа, прямо-прямо-прямо-прямо, эти все знаменитые люди будут похоронены с правой стороны. Здесь у нас Боровик Галины Михайловны, ну, это корреспондент. Так, вот еще, все его помнят прекрасно, народный артист России, Кузнецов Анатолий Борисович, он же товарищ Сухов, белым солнцем пустыни. Просто памятник, если честно, сделали, я считаю, что не особо похож на него, вот, на самого, но так, чтобы, если про людей, тут можно просто прочесть, да, Кузнецов Анатолий Борисович, народный артист России. Ну, вот та знаменитая его кепка, военная, где он снимался, в белом солнце пустыни, она на памятнике выбита, скажем так. Вот. Сейчас можно даже вот между могилками здесь пройти. И у нас будут следующие две известные могилы. Здесь Елена Васильевна Образцова, опять же, знаменитая певица, оперная, сколько лет она отработала также на Большой театр. А рядом с ней, вот буквально, Лев Дуров. Да, но памятника у него пока еще нет. Вот такой вот крестик просто стоит. И могилка маленькая, да, такая, я даже вот не ожидал. Кстати, в 2015-м похоронен, но года еще нету, да? А по-моему, в течение года могилки не ставят. Ну, я имею в виду большие бюсты. А кто это вообще артист? Лев Дуров? Да, я не понимаю. Ну, Лев Дуров, да, это он, я не знаю, всю фильмографию Лев Адурова также перечислить, наверное, трудно, блин, но играл он много где. Даже, если даже вспоминать то же самое, там, какие-то сериалы, последние, Бандитский Петербург, он там играл какого-то, киллера, да, но обычно же там, обычно же всегда вспоминаются советские фильмы, там, и Скорый поезд 73, или как он там назывался, где он играл клоуна, который лошадей своих спасал, вот, фотографии его нет? Ну, да, фильмов-то очень и очень много, хотя бы, если даже из мелких ролей, вспомнить старики-разбойники, он тогда водителя играл, который вез эту инкассатору, женщину, а Никулина ее в этот момент ограбил, то есть он играл как в маленьких, так и в больших ролях, поэтому, ребята, что еще хотели сразу рассказать, вот рядом со Львом Дуровым, да, буквально вот здесь, Слав, вот снимаем вообще, смотрите, таблички под новые захоронения, там, по разрешению ДТИУ, это понятно, но кладбище Новодевич, оно как бы официально практически считается закрытым, то есть, чтобы сюда попасть, не каждый из, даже, если он считается известным человеком, не каждый сможет, потому что многим здесь места не давали, вот Борис Андреев, я уже все начинаю заговариваться, Борис Андреев, которого мы хотели отснять на Ваганьково, там, к сожалению, ураган прошел, могилу его не смогли мы пройти, ему место в советское время принадлежало здесь, на Новодевичьем кладбище, но его друг Петя Олейников умер раньше, и он говорит, а можно мы его пятюню похоронить на Новодевичьем, а они говорят, а нет, за вами место там закреплено, он говорит, тогда место ему отдайте на Новодевичьем, а меня потом где хотите, и когда Борис Андреев скончался, хотя уже спустя много лет, он умер в 82-м году, даже власти наши вспомнили тот его разговор, и сказали, что все места на Новодевичьем заняты, оно только один раз выдается, его похоронили Борис Андреев на Ваганьковском кладбище, а Петра Олейникова мы вам еще сегодня здесь покажем, поэтому вот такие вот, со времен 70-х, 80-х уже говорили, что здесь одно-два места, места свободных и все, но как вы видите, места свободные все-таки есть, дай бог всем прожить еще очень много лет нашим известным людям, но все же не до конца, но закрытое кладбище, скажем так. Ребята, а вот мы подошли к самому популярному, наверное, в 60-х, 70-х годах, да и до нашего времени, потому что такие фильмы, как «Они сражались за Родину», «Калина красная» или «Печки-лавочки», ну, знают, наверное, все, это Василий Макарыч Шукшин. В 29-м году родился, в 74-м его не стало, поэтому, к сожалению, точнее, умер молодым, в возрасте 45 лет. Люди его до сих пор помнят, и посмотрите, что на могиле, вот так можно даже приподнять, вот, та самая «Калина» красная, здесь, да, хлебушек здесь лежит, ну, то, что приносит, тем более, «Калина красная», я так понимаю, что не только, например, один человек, например, второй, потому что вот еще стоит «Калина красная», она высажена на могиле, вот, кстати, вкусная, но мне больше импонировало фильм «Они сражались за Родину», где они с Бурковым тогда снимались, потому что там они и комичные персонажи играют, можно было посмеяться, когда они там пытались переправиться на ту сторону Дона, он говорит, слушай, а я плавать не умею, а он говорит, говно не тонет, поэтому, как бы, ну, Василий Макарович, что он при жизни был такой человек, которого любили все, пытались к ним обратиться все, его супруга, знаменитая Федосеева Шукшина, Лидия Федосеева Шукшина, она, слава богу, жива до сих пор, про него также рассказывает иногда на авторских встречах, что по поводу его смерти сказать, тоже мнений было очень много, потому что, когда снимали фильм, они сражались за Родину, снимали его в Клецком районе, в Волгоградской области, я там много раз бывал на рыбалке, в этом районе, там есть и самые сопки знаменитые, где и бомбежка идет, и все остальное, они жили на теплоходе, а состав-то фильма был большой, там Юрий Никулин, Вячеслав Тихонов, жили они на теплоходе, и как-то утром его друг Бурков зашел к нему в каюту, открыл, а Василий Макарович уже был холодный, да, ну, официальное заключение, его даже везли сюда из-за Волгограда, потому что сначала его в морг туда привезли, официальное заключение, внезапная остановка сердца, ну, потом много раз писали, что он был неугоден, нашим властям что-то не то показывал, говорили, что это его специально убрали, догадок много, вариантов еще больше, но давайте для себя просто его будем вспоминать как великого актера, больше, наверное, сказать ничего не могу, а мы сейчас пойдем дальше. Ребят, вот мы сейчас находимся на участке номер 2, это участок уже старого Новодеевичьего кладбища, здесь находится Каганович, точнее покоится Каганович Лазарь Моисеевич, опять же, сразу скажу, вот многие его знают, как политика там еще тех времен сталинских, кто-то не помнит уже, поэтому более подробно ничего говорить не будем, для всех тех, кто его помнит и читал про него, покойтесь он здесь, на втором участке. Ребята, тут же на втором участке знаменитый, я достаю из широких штанин, это про паспорт, чтобы сразу никто плохой не подумал, Владимир Маяковский, да, тот поэт, в те годы, какие сложности были, не стало, в 25-м году Есенина, нашли повешенном англитере, в 1930-м по официальной версии покончил с собой Владимир Маяковский. Догадки опять мы можем ставить разные, кто-то говорит, это советские власти все, кто-то говорит, писал не то, тем не менее, мы здесь для того, чтобы вам рассказать и показать, кто где покоится, Владимир Маяковский, чтобы вам проще было, это второй участок, не так далеко от стены Новодевичьего монастыря. Это старый участок, тот самый участок, на котором начинали хоронить людей, когда их эксгумировали с территории Новодевичьего монастыря и решили перенести уже на отдельный погост, а именно Новодевичьего кладбища. В чем еще трудность таких участков, что нужно как бы проходиться даже по маленьким аллейкам и улочкам, потому что и смотреть внимательно на памятники, да, и тогда увидите, кто здесь покоится, вот вы шли-шли раз и неожиданно увидели, к примеру, Владимира Маяковского, потому что могилки довольно-таки старенькие, много зелени здесь, и найти, если вы не знаете, будет сложновато. Ну, здесь многие люди вот так ходят по участкам, друг у друга спрашивают, кто-то кому-то что-то показывает. Ладно, пойдем. Ребята, здесь же на втором участке, только уже прямо отойти в сторону красного забора, который идет уже на улицу, и вдоль стены Новодевичьего монастыря. Это герой Советского Союза, знаменитый генерал, точнее, маршал бронетанковых войск, Павел Семенович Рыбалко. Про него много, что было отснято и рассказано. Говорили, что Сталин, после окончания той самой знаменитой войны в 45-м году, он некоторых генералов, из-за того, что они набирали большой авторитет, а Рыбалко в войсках имел такой авторитет, что все знали, что с этим танкистом лучше не шутить. И Сталин в таком небольшом своем подозрении, ну, как небольшом, он, наверное, всех подозревал. В общем, он его и в больницу специально уложил, и он потихоньку, потихоньку, мужик, который, я читал, отжимался в свои года 70 раз от пола спокойно, и в течение года здоровье его настолько сильно сгубило, что человек просто не стало. Потому что, точнее, поэтому многие люди тех времен знают, что он был одним из тех маржалов и генералов военных, которых Сталин, наверное, просто уничтожил, я так думаю. Ну, опять, не будем догадками, потому что ребята, подписчики, у кого-то свои версии, я только рассказываю официальные версии. Пойдем дальше. Ребята, здесь тот самый человек, который в паре с Немировичем Данченко придумал советский кинематограф, не только советский, а вообще его все начало. И как любимое выражение было по Станиславскому «Я вам не верю». Так вот, покоится он здесь, это участок уже номер один, вдоль Колумбария стены проходите, напротив 81-го отдела Колумбария вот наверху вывеска, рядом Станиславский. Если для кого-то интересно, то приезжайте и найдете по нашим подсказкам. Ребят, ну а это знаменитый поэт еще той российской эпохи, когда был царь, ну и что говорить про него, Антон Павлович Чехов. Скончался он не в России, доставляли его сюда в вагоне, на которых были, в вагоне, на котором было написано устрицы. Почему доставляли именно в таком вагоне, потому что в советское время не было тех самых вагонов и рефрижераторов. Как тогда болезнь называлась чахотка, кашель, по-разному, да, но, тем не менее, в 44-м году его не стало, в 44-е года, когда ему был, его не стало. Был похоронен сначала на территории на Вадеевичьего монастыря, потом, потом, когда открыли уже новый участок, ну, как новый, открывали-то его в начале 20-го века, новый, когда участок открыли на Вадеевичьего кладбище, там их сгумировали, перезахоронили здесь. Найти его, если хотите, потому что много людей ходят, друг у друга спрашивают, где Чехов, не знаете, где Чехов, там не только Чехов, многих ищут. Вот, опять же говорю, после центральной аллеи направо поворачиваются, тут в стене Колумбарии, 77-й участок Колумбария, напротив него находится Антон Павлович Чехов. Пойдем дальше. Ну что, я думаю, все, наверное, смотрели фильм Ви, и кто написал сценарий, скажем так, к фильму, вообще, тот знаменитый рассказ, и после кого пошло выражение он в гробу перевернулся. Николай Васильевич Гоголь на ваших экранах, ребят. Вот такой памятник, золотой крест. Он прям буквально рядом с Чеховым, через одну аллейку. Указатель его, опять же, Колумбарий, 75-й участок, напротив Николая Васильевич Гоголь. Вот такой огромный постамент. Все мы тоже прекрасно знаем, после чего пошло это выражение «Гоголь в гробу перевернулся». Когда его эксгломировали спустя, если память не изменяет, лет 70, наверное, после его смерти, то почему-то голова вправо повернута, как бы там рука не так. Даже кто-то некоторый говорил прямо такое ощущение, что разодранный весь материал в гробу был. Ну, догадок много. Если по официальной версии, которую сделали те работники, кто разбирается, скажем так, в эксгумации, ну, во-первых, 70 лет прошло, материал уже стал не тот, доска начала проваливаться. Этот материал получается так, что давит вместе с крышкой на голову человеку. Голова поворачивается, соответственно, вместе с ним поворачиваются и все его остатки. То есть, я имею в виду тело, туловище, как это правильно сказать. Все, что знал по этому поводу, сказал. А вообще для вас, мы же показываем экскурсию по Новодевичьему. Гоголя найти с одной стороны просто, с другой стороны не просто. Ну, все ориентиры я вам уже назвал. А нам? Пусть, что по вашим комментариям, просьбам, вы сказали максимально снимать. Ну, время мы и не тянем, мы снимаем максимально. Поэтому останавливаться по возможности будем у всех. Лев Кассиль, знаменитый писатель. Все, кто читал рассказы о нем знают. Даже, мне кажется, и местные дети в школе проходят программу по его тому, что он написал. Находится также здесь на первом участке ориентир 69. Ориентир ты показываешь, да, вот, смотрите, я имею в виду цифра 69, то есть на нее смотрите напротив, вот, к примеру, Лев Кассиль. Они находятся, еще могу сказать, что все на одной аллейке, как на первом участке вы повернули, и вот такая дорожка асфальтная идет, если давай в ту сторону разверну, разверну, покажем. вот они все находятся прямо возле Колумбария, у Чехова первая могилка, у Гоголя там тоже практически первая могилка, дальше Лев Кассиль, также первая, ну, ее даже такое можно назвать аллеи писателя, такие, хотя они похоронены совершенно в разное время все. Пойдем туда. Знаменитая министр культуры в брежневские времена Екатерина Алексеевна Фурцева. Про нее даже фильм был отдельно снят, сериал, если включите, можете всегда посмотреть. Тоже такая личность неоднозначная была, многие рассказывали, что с алкоголем не все в порядке было, скандалистка, убирала многих актеров известных, не давала проходу, жила на улице Тверской, дом 9, прямо напротив хата, буквально. Ну, в один прекрасный момент нашли дома, в собственной комнате. Конечно же, сказали, что здоровье, сердце, все остальное. В наше российское время уже говорили, что обтравилась таблетками, то есть самоубийство. Гадать не будем, как я уже и раньше говорил. Мы показали, где находится Екатерина Фурцева. Это второй участок, только уже пройдя дальше, по направлению к центру. Ребят, все, кто учился еще в той советской школе, все, конечно, ее помнят. Знаменитая партизанка, которую поймали фашисты и в 41-м году была повешена. В общем-то, Зоя Космодемьянская. Посмотрите, вот такой памятник у нее. это даже там в интернете и в книгах старой истории можно найти фотографии, которые были сделаны фашистами, когда в таком виде босиком по морозу вели. Вот такой у нее здесь памятник большой. Даже, могу вам сказать, всегда много цветов. То есть, люди до сих пор посещают и возлагают цветы к ее памятнику. Если еще немножко напомнить, только уже о другом герое той партизанской войны, здесь похоронен Витя Худяков, в 29-м родился, в 43-м погиб от рук немецких палачей. Так и указано на памятнике и погиб, причем под Харьковом, покоится здесь на Новодевичьем. Вот его такая черно-белая фотография, но я думаю, она больше нарисована, чем фотография, Как бы. Находясь здесь на аллее, можно найти разных людей, вот опять же, хотя бы взять генерал-полковника Романенко, героя Великой Отечественной войны, генерал-полковника Рогова Ивана Васильевича, у них вот эти памятники со всеми их наградами, ну не со всеми даже, конечно, но с такими особо выделенными. Герой Советского Союза Александр Анатольевич Космедемьянский, я вот задался вопросом и уже виню себя за историю, а не брат ли он Зои Космедемьянской, брат, наверное, я думаю, да? Да, есть рассказ поиск о Зои и Шуре, кто хочет узнать больше о них, кто-то пусть почитает этот рассказ, и пишется полностью, и не альтериография. Здесь еще какой плюс, что находишь и все время что-то новое для себя открываешь. Пошли в ту сторону. Ребята, знаменитый кинорежиссер Григорий Александров. Много фильмов отснято, все, конечно, фильмы советские, скончался он в 1983, родился в 1903 году, чем еще известен, наверное, потому что это была самая известная пара, это официальный супруг Любови Орловой, то и нашей знаменитой блондинки из советских фильмов. Задаюсь вопросом теперь, если Григорий Александров покоится здесь, насколько я знаю, они при жизни разведены не были, то где же тогда Любовь Орлова? А вот этим вопросом мы сейчас и займемся. Ребят, ну, нашли мы народную артистку СССР, знаменитую Любовь Петровну Орлову, спросили тут у мужчины, он не так далеко убирает могилку своего родственника, почему их похоронили отдельно, потому что расстояние метров 25 где-то примерно. Он сказал, что в советское время места были распределены заранее, и так как Орлова скончалась в 1975 году от рака Александров позже, в 1983 году, и место было распределено ей тут, ему там, и как бы там Политбюро уже управляли, кому где и быть похороненным. Что про нее рассказать? Да про нее вообще можно рассказывать хоть на час, хоть на два. Вот там парень один написал на 8 часов отснимите, тогда нам сериал придется делать, но это все шутка. Сталинская любимая актриса. Многие актрисы при Сталине если там отказывали, Берия даже больше занимался, если там что-то не разрешали, а понятно, что цензура-то про эти слова снятся в фильме через постель, это только начали говорить в 90-х годах, но это было еще с тех самых советских времен, со времен Сталина. поэтому все знаки внимания он оказывал, была у нее в загородной его, как сейчас называют, резиденции на даче, но такая женщина была, которая давала отпор. Сталин хоть и получил отпор, да и Берия, по-моему, даже фильм про это есть, там в этот момент указывается, но тем не менее она дожила до 75-го года, скончалась 26-го января 75-го года, тем не менее она дожила и не была не арестована в сталинское время, не приговорена, как говорится, даже когда ей при вручении букета кто-то в шипы добавил яда, и она взяла и в общем-то ее прихватила сразу такая болезнь, Сталин суетился сам, подключил там всех знаменитых, даже английских врачей, все остальное, то есть он ее даже как бы лично даже спасал, хотя она была для него такой персоной Нонграда, ну то есть он не мог к ней доступ получить, ну а фильм ее, да наверное все советские фильмы 30-х годов, 40-х, 50-х, с ее участием пойдемте дальше ребята прошли мы дальше по аллее от 2-го и 1-го участка Федор Иванович Шаляпин вот он во всей красе на этом таком постаменте своем родился в 1873 умер в 1938 скачался он в Париже но в 1984 году был перезахоронен на Новодевичьем кладбище но все гласища его помнят прекрасно вспоминают по сей день наверное все никакого отношения он к нынешнему который теперь себя там прошли Шаляпин или кем он там называет но никакое отношение не имел поэтому это знаменитый тенор советского союза да еще и царских времен так что идете по аллейке от 1-го 2-го участка уже доходя до 7-го и вот с левой стороны но этот памятник трудно пройти в громадный сразу говорю что иногда не уходим вправо влево вот например там академик вернадский ребят ну про вернадского могу конечно там немножко рассказать потому что он был академиком все знают потому что некоторые улицы во всех городах там улица вернадского там улица академика у кого-то даже станции метро назван вернадским но времени скажем так нужно очень много на это потратить во вторых у нас прошел ливень а сейчас солнце такое пошло рома даже рома подтвердит наши подписчики которые ходят здесь такая духота что футболку можно уже выжимать в принципе поэтому такое испарение сейчас жаркое да но у всех основных мы остановимся пойдем пойдем ребят мы зашли на десятый участок этот участок так в простонародье и есть актерский потому что здесь вся там масса вот этих знаменитых наших талантов актеров и режиссеров вот так как мы зашли со стороны девятого участка здесь Борис Черков вот сейчас слова приблизит кто фильмографию его помнит смотрел его конечно же многие узнают по разным его фильмам дальше мы сейчас будем проходить там уже практически без выключения камеры они автоматом уже пойдут один рядом с другим похоронены поэтому давай пока сейчас дойдем и продолжим там ребят здесь же на 10 участке вдоль стены если по низу идти находится знаменитый диктор всесоюзного радио народный артист СССР Юрий Борисович Левитан который своим знаменитым голосом и объявил о начале Великой Отечественной войне и о том что 9 а точнее 1 мая 1945 года был подписан безоговорочный акт о капитуляции как говорят и многие писали что даже Гитлер его считал своим личным врагом все думали что если такой голос это значит такой огромный мужик который просто такого массива а на самом деле он был небольшого росточка в очках маленький в 1983 году поехал на годовщину Курской Дуги и в общем сердце там что-то прихватило может быть связанное с переживаниями может быть еще что-то в общем он скончался родился он в 1914 в 1983 его не стало как говорится прожил 69 лет получается рядом тут же с ним находится генерал-лейтенант Бородовиков а почему вот написано Басан Бадминович а ну все правильно генерал-лейтенант Бородовиков Басан Бадминович интересно конечно имя отчество ну а здесь даже наверное представлять не надо и что я могу сказать один портрет можно показать и все фильмы особенно комедии нашего Советского Союза знаменитые иронии судьбы которые каждый Новый год показывают и показывать еще лет сто наверное будут Ильдар Рязанов Ильдар Александрович Рязанов да в последнее время тяжело болел уже но все-таки здоровье возраст но зато все те фильмы которые любить будем вечно снял этот потрясающий режиссер на 10-м участке еще похоронено очень много военных по возможности таких самых громких мина мы отснимем Дубынин Виктор Петрович чем был известен что очень долгое время командовал нашими войсками в Афганистане прошел он как говорится всю ту пыль знаменитую этой и все боль этой афганской войны пережил ее но в 92-м году здесь в Москве уже скончался от рака да поэтому болезнь его все-таки скосила но пуля на войне не смогла вот он во всей своей красе на таком большом постаменте если так вот про всех военных говорить смотрите вот я например скажу вам что здесь похоронен генерал-полковник танковых войск Давид Абрамович Драгунский и фамилия вроде такая великая но наверное только нужно быть таким историком которые про каждого в любой профессии должен знать потому что дальше вот например герой советского союза адмирал флота Смирнов Николай Иванович рядом дважды герой советского союза главный маршал авиации колдунов Александр Иванович ну давай здесь уже вкратце Слав герой советского союза Лаченко Петр Николаевич я еще раз хочу сказать что не сможем вот так вот про всех их здесь очень и очень много только могу вот сказать теперь с этой стороны здесь знаменитые ночные ведьмы ну ночные ведьмы помните сколько фильмов про них было потому что герой советского союза командир эскадрильной ночных бомбардировщиков Попова Надежда Васильевна они же ночные ведьмы и герой советского союза заслуженный военный летчик СССР генерал-полковник авиации Харламов Семен Ильич вот что тут можно еще вам сказать ну скоро у нас праздник 2 августа скоро день ВДВ вот он тот самый дядя Вася он же он же генерал армии герой советского союза Маргелов Василий Филиппович именно он создал те самые знаменитые воздушно-десантные войска которые сейчас во многих наших странах СНГ и не только считаются элитой и великими бойцами да как всегда много цветов как всегда к нему приходит много людей парни еще с тем самым знаменитым высказыванием Слава ВДВ можно почтить память Маргелова Александра Васильевича это сын знаменитого Василия Филипповича полковник скончался он буквально вот сегодня мы снимаем 26 число 26 июля а его не стало 19 июля вот видите его могилу вся в цветах огромная такая вот здесь флаг наш выдвинут Слава ВДВ так что да не стало и того знаменитого Александра Васильевича Маргелова а ведь именно он первый военный который в составе БМД был сброшен с борта и когда именно он находился внутри БМД того самого знаменитого испытания скажем так Василий Филиппович стоял на полигоне с пистолетом в руке и когда все прошло благополучно подошли дяди Васи и спросили Василий Филиппович а зачем у вас пистолет-то в руке находился а он говорит что а если бы с Сашей что-нибудь случилось я бы себя пристрелил вот такие вот люди были даже испытания такого нового вида техники а точнее выбросить броню с борта и чтобы внутри находился экипаж он проводил на собственном сыне ребят здесь на десятом участке вот такой вот памятник смотрите стоит из того знаменитого фильма будет у одни с реки будем жить дважды герой Советского Союза заслуженный военный летчик СССР почетный гражданин Москвы генерал-полковник авиации Виталий Иванович Попков вот у него даже здесь флаги выставлены и в МФ ну в принципе разных войск и летный флажок у него есть ну памятник конечно да вот сам памятник даже вот так посмотреть конечно вот просто в полный рост знаменитый пропеллер и все так сделано красиво видимо не видимо а точно был очень достойный человек а самое что интересно здесь на памятнике это он уже дважды герой Советского Союза и с капитанскими погонами здесь совсем рядом если пройти так нет не тут не тут сейчас вот ух ты так где у нас Морейсев это ну слушай я правда уже запутался все уже окончательно всех памятников так ребят уже реально долго здесь находимся уже так немножко голова начинает кружиться от многих читаем читаем вспоминаем где кто Алексей Петрович Морейсев тот самый знаменитый летчик который был сбит и три дня полз по лесам добирался к своим причем пока он ноги у него уже не двигались с собой у него был всего на все пистолет служебный и еще медведь к нему подошел начал его обнюхивать он притворился мертвым и нашел тот момент когда повернулся и в этот момент выстрелил в медведя там и патронов и он даже помыли один или два оставался то есть такая смерть наверняка уже ожидал либо того либо другого он победил у медведя выиграл у медведя выиграл всю войну выиграл ту боль знаменитую когда его после ампутации ног не пускали в авиацию обратно но он даже в госпитале когда ему уже выдали искусственные ноги давайте их так назовем он станцевал припляску и доказал им что он может двигаться хотя как про него я смотрел документальный фильм где он и сам и сыном рассказывал более у него на тот момент татские были но все-таки он и дальше продолжил летать и войну всю прошел в 2001 году его не стало проживал в Москве также на улице Тверской даже на доме висит табличка что в этом доме жил знаменитый летчик герой Советского Союза был он еще в советское время общественным деятелем Алексей Петрович Моресев идем дальше ах ты корва крашеная помните выражение из этого фильма еще она ответила почему это мой натуральный цвет волос Людмила Марковна Гурченко вот такой памятник во всей своей красе до самых своих последних дней обладала той самой знаменитой осиной в Италии и всегда была красивая и великолепная в 35-м родилась 30 марта 2011 ее не стало вот уже 5 лет прошло с ее смертью рядом Татьяна Шмыга также актриса актриса исполнительница танцовщица танцовщица тут давай рядом пройдем Марина Тимофеевна Семенова википедии не обладаю к сожалению в голове вот может быть кто-то обвинит что популярный не знает но правда не особо осведомлен но зато рядом мне кажется даже тот человек кто ни разу не смотрел его фильмы но тут ошибиться трудно вот Слав покажи фотографию его памятник да вот такой во всей его красе Змитрий Штирлиц он же Вячеслав Тихонов тут тут уже стоят стихи посвященные Вячеславу Тихонова но людей здесь посетителей всегда много вот на таких могилах поэтому не хотелось бы никого отвлекать мешать кому-то потому что люди все подходят фотографируют смотрят поэтому так немножко вкратце будем рассказывать Олег Иванович Янковский все да все помнят тот самый Мюнхгаузен да почему-то его фильм всегда вспоминают все тот самый Мюнхгаузен ну в принципе да он после этого и прославился а я вот еще фильм смотрел где он с Гундаревой снимался где он там таким забулдыгая был одиноким но тоже фильм вспомнить не могу но фильм классный Наталья Бессмертного Валерина будем здесь постараемся зачитывать всех потому что люди все-таки здесь все похоронены что кто чем заслужил себе такую славу и Шумаков Валерий Иванович это хирург академик который делал одни из самых первых таких сложных операций на сердце ну самого сердце тоже подвело не стало его в 2008 году Михаил Александрович Чульянов народный артист СССР ребят сравнивайте сами опять с каким персонажем фильмов вам больше понравился более молодые люди говорят ворошиловский стрелок классно сыграл но все люди которые помнят фильм СССР он же маршал Жуков прям живой исполнение маршала Жукова даже когда сам маршал Жуков смотрел фильм где его играл Ульянов по-моему как это киноповести называлось восхождение нет не восхождение ну в общем ладно сейчас уже память начинает подводить все все помнят как маршала Жукова был худруком здесь в московском театре под конец жизни конечно болезнь уже Паркинсон его начала подводить родился в 1927 году не стало в 2007 памятник вот так по весь рост огромный рядом с ним рядом с ним глянь такую интересную фотографию сделали да вот она как бы прозрачная но ее видно на экране нет да ее видно на экране это Алла Петровна Парфаньяк его супруга которую он будем говорить прямым языком увел у актера Николая Крючкова она была замужем за Крючковым там недолго она еще была молодой студенткой и вот только начала в фильмах сниматься но всю сознательную такую основную долгие годы она прожила именно с Ульяновым ребят на этом же 10 участке уже второй ряд от стены где заканчивается кладбище Орлан Быков родился в 1929 не стало в 1998 мне так больше всего нравилось вот этот фильм по семейным обстоятельствам где он там играет роль эпизодической но где он моя Фавка с Фефом жили на улице Фафарина на улице Фойкова там смешной момент когда они с Истегниевым рядом сидят так что ну вот Роман сейчас вспоминает фильм с 12 стульев когда он у Воробянина украл в общем там сосиску и как раз полез на гору Воробянина как раз кричал держите вора батюшка украл сосиску это кстати 12 стульев уже которые были сняты второй вариант там же был первый вариант он еще пуговки играл а он уже играл во втором варианте где он с Мироном и с Папановым да рядом находится покоится точнее народный артист Евгений Семенович Матвеев после одни из последних его работ были трилогия такая из трех фильмов любить по-русски любить по-русски 2 и любить по-русски 3 вот нет это фотография уже сына а вот памятник вот памятник ему ну вот его личной фотографии нету все они здесь находятся рядом здесь уже на 10 участке как бы буквально метр-два и все народные артисты нашего СССР Клара Лучко что про нее сказать помнишь про Клару Лучко ну вот да ну со знаменитым Цыганом со знаменитым Цыганом фильм про Цыгана где она играла я лично тот запомнил кстати вот дожился и фильм-то запомнил собор уходит в небо или нет нет бодулай елки я все уже вот это духота и это вообще жара меня просто выводит уже голова начинает закипать да рядом со всем здесь также ну Георгий Жонов народный анти-СССР что про него можно сказать тот самый мотоциклист из берегись автомобиля или тот самый разведчик из разных фильмов там Тегеран 43 какие у него еще такие роли запоминающиеся ну фильм экипаж опять же первый вариант где он играл командира экипажа которого впоследствии там списали на пенсию опять же говорю мне тот первый экипаж очень сильно нравился где Филатов играл Жонов но новый вариант лично мое мнение не тот надо смотреть советские варианты фильм Георгий Жонов прожил очень долгую жизнь 90 лет прожил в советское время отсидел немало лет в лагерях по той известной политической статье и только после того как вышел стал актером поэтому судьба была нелегкой его но никогда не играл в основном отрицательной роли играл только положительной Юрий Сенкевич тут ассоциация уже одна должна быть у всех знаменитый клуб путешественников в советское время это передача которая была на самом деле первая о туризме на наших рассказывал нашим людям как все что можно посмотреть за рубежом да и не только там я имею ввиду за рубеж что разный был и Африку часто показывал и знаменитые там степи пустыни ну тоже прожил не такую особо уж долгую жизнь вот на память не помню но сейчас даже посмотрю в 37 родился в 2003 году его не стало рядом с ним покоится Артем Боровик ну более известен как военный корреспондент был везде вот даже на его вывесках здесь Афганистан 89 год Никарагова 85 год ну впоследствии Чечня и взлетал на самолете я не помню то ли с военного аэропорта в Подмосковье самолет упал и Боровика не стало вот Артем так что если кто помнит Артема Боровика то найдете здесь ребята по этой же аллее сразу за Артемом Боровиком народный артист СССР Марк Пруткин в 98 родился в 1898 родился в 1994 году его не стало у всех также тут только помнят его по советским фильмам потому что в России ну в российском нашем времени когда хотя он скончался в 1994 он уже в фильмах не играл никаких как было выражение в фильме Иван Васильевич меняет профессию Кеша как же я тебя сразу не признал ну что это Иннокентий Смоктуновский тот самый знаменитый Иннокентий Смоктуновский из фильма Берегись Автомобиля которого ловил Олег Ефремов из которого они сражались на шпагах в театре в театре так Юрий Нагибин еще написано на памятнике так что прочитать очень сложно кстати ну опять же я к сожалению не могу вспомнить ничего больше тут недалеко можно отойти чита актеров Олег Борисов в 29 родился в 94 не стало ну по каким фильмам он мне нравился это название фильм не могу вспомнить но там где он играл в составе танкового экипажа где они Хонанов где он они в деревне в какой-то остановились и там они пели песню знаменитую про нас извлекут из-под обломков и сюжет этого фильма был записан когда он там погиб я буду приводить по одному фильму потому что про каждого можно очень долго рассказывать про кого-то очень много знаю про кого-то вообще практически не знаю но это к моему стыду Николай Крючков это уже самый наверное самый известный советский актер именно советский и про летчиков и таким знаменитым хреповатым своим голосом конечно же его все помнят ну вот соседствующие могилы сразу да здесь можно перейти вот я тоже да не первый раз здесь здесь вот то появляется хороший портрет он исчезает но конечно же это Евгений Леонов ну что про него можно сказать полосатый рейс не только эти фильмы все осенний марафон где он этого играл Афония да их можно пересчитать и пересчитать все его фильмы они все потрясающие конечно в основном комедии но как театрального актера его тоже все многие помнят даже Александр Абдулов покойный тоже про него много что рассказывал когда он там сценки выдумывал разные и мог на сцене все на себя переделать и актеры просто с открытым ртом стояли и думали как же выйти из положения а он а он так вот любил шутить до самого последнего была у него клиническая смерть за три года по-моему до его смерти уже окончательной он там долго 12 дней в коме находился в 94 году его не стало жил он здесь в Москве на 3 Хрундинской улице дом по-моему 27 если мимо проходить на доме большая табличка ну это тенор Иван Семенович Козловский и Божество и Вдохновение и Жизнь и Слезы и Любовь на его памятнике написано ну здесь кого еще можно отметить хоть мы конечно вот например Грушин Петр Дмитриевич академик генеральный конструктор к своему стыду не могу ничего такого более подробного рассказать что я был академиками генеральным конструктором вот и все все мои познания Александр Александрович Зинович ну его я опять могу вспомнить по фотографии на памятнике хотя написано мыслитель гражданин здесь говорить тоже можно очень долго и много Петр Тодоровский сам участвовал в Великой Отечественной войне много фильмов снял и о войне и не только но режиссер был потрясающий ребят знаменитый Леонид Утесов народный артист СССР ну любую песню его назовите какой он исполнил но все помнят только одно а какой именно исполнял эту песню Журавли Утесов исполнял нет но по крайней мере зачастую приезжал в ту самую знаменитую военную Одессу или послевоенную Одессу и там его знали как кость у моряка поэтому я уже говорю не с утверждением песен а это с такими вопросами хоть мне конечно ребята сразу не могут ответить через этот экран скажут вот дубина там но я вам задаю вопрос эта песня или та а вы уже в комментариях добавляйте свои ответы ну по этой аллее вот на десятой если на половину прошли здесь пока из знаменитых людей никого отметить не могу Анатолий Дмитриевич Папанов заключительный фильм его был холодное лето 53 даже фильм с его участием не успели доснимать в некоторых моментах пришлось использовать дублера уже его там со спины брали потому как со съемок приезжал в Москву ну и дома холодная ванна видимо на его сердце больное повлияло не стало Анатолий Дмитриевич в 1987 году фильмы конечно в советские все смеемся над ним в том самом знаменитой точнее в той самой знаменитой бриллиантовой руке но он всю жизнь хотел сыграть таких трагические роли и вот как раз его трагические роли вышло на холодное лето 53 а так ему режиссеры выдавали в основном роли комиков разнообразных ну не в молодые уже годы потому что он участник также Великой Отечественной войны на правой ноге у него была ампутирована по-моему там половина стопы и даже во всех фильмах где он участвует он превозмогая боль все-таки играл те самые смешные роли тех самых знаменитых советских комедиях когда играл в театре даже было не такой случай можете посмотреть википедии есть такой документальный фильм где про него рассказывают когда его за хулиганство арестовали на 15 суток и привозили его в театр играть уже на бобике и привозили его играть а какое хулиганство было что он в парке там тоже с одним актером стареньким но то он не указан какой они там сидели за бутылочкой и тут подошла как всегда доблестная милиция а он сказал ну и своим вот этим голосом в общем выдал себе приговор на 15 суток было такое в жизни Анатолий Дмитриевич Папанов дальше мы пройдем здесь Ростислав Янович Плят такой классик советских фильмов памятник у него так вот но опять же фотографий нет сейчас ребята которые смотрят там скажем родившись да хоть там в 50-х хоть даже в 70-х годах его все вспомнят его роли а вот более молодые люди уже его не знают к сожалению ну время идет никого обвинить нельзя сложно вот мы подходим к Яну Фрэнкелю и как я уже на юмор назвал вам хоть на кладбище нельзя юморить что понятно что не утесов Журавли то песню исполнил а Марк Бернес а это Ян Фрэнкель и он по-моему с Расулом Гамзатовым вместе написал ту самую песню Журавли поэтому про песню Журавли должны знать все это я такой вопрос задавал сам же вам теперь и ответил потому что у вас будет такая небольшая пауза между этими участками а в эту паузу вы и должны были как раз дать ответ на тот самый мой вопрос кто написал ну кто написал я не спрашивал кто исполнял песню Журавли я не беру сейчас нынешние группы потому что кому не лень по-моему все спели эту знаменитую композицию но пока наверное все здесь Аркадий Райкин наверное один из первых знаменитых советских комиков которые выступали перед микрофоном на зал фильмы такие были в основном такие называемые короткоментражки там где он выходил либо в роли одного актера либо там не такая большая когорта была кто ему помогал но сына его также все сейчас знают художественный руководитель театра в Москве есть уже на Мариной Роще и огромный торговый центр названный Райкин есть там Райкин Хотелс отель то есть в общем после себя он как бы оставил большую знаменительность своей фамилии ну все что мы знали мы рассказали остальное вы дополните уже в своих мыслях и про себя ребята единственный генсек наш который похоронен на кладбище все остальные возле кремлевской стены я имею ввиду из тех генсеков которые провели в советское время Никита Сергеевич Хрущев 1894 1971 ну понятно чем знаменит знаменит своими и тем что он именно Иберия арестовал после чего тот был приговорен и приговор был приведен исполнение еще по такой своеобразной байке говорят что голова на памятнике была когда-то золотой а стала бетонной но почему и кто ее поменял никто не знает на этом немножечко сразу прервемся потому что про Хрущеву говорить много не будем как вы видите вокруг вот может показать как всегда много туристов и мы будем говорить немножко тише ребят вот эта аллея это сразу когда вы выходите от участка она на огромную такую территорию это так называемая военная уже так принципиально военная аллея про всех наверное говорить не будем но потому что многие люди но это нужно опять только по википедии смотреть я вам приведу вот такого военного который самый наверное здесь известный по моему мнению это тот знаменитый Иван Никиточка Жедук трижды герой Советского Союза маршал авиации причем во время войны по-моему он уже трижды стал героем Советского Союза или или он дважды был но сейчас опять же я немножко забываюсь уже но летчик знаменитейший именем его там называли все самолеты уже потом при жизни он и памятник ему воздвигали и там что-то не называли поэтому еще раз повторюсь вот посмотрите все вот так вот эти постаменты снять здесь такие бюсты знаменитые вот эти вот тех самых знаменитых наших полководцев командиров которые похоронены здесь на Новодевичьем если брать уже на уровне генералиссимусов который был один наверное 8 сталином возле кремлевской стены и такие самые обособленные военные как буден они там же возле кремлевской стены поэтому мы сейчас по этой олейке еще немножко пройдемся кое-кого я вам покажу ну а дальше посмотрим ребята Андрей Николаевич Туполев ну что можно сказать трижды герой социалистического труда который и придумал тот самый знаменитый самолет под названием Ту да и сейчас в аэрофлоте все и самолеты летают тушки разные вот мы так вкратце про него потому как про академиков википедии очень огромные можете прочесть посмотреть ребят лебедь Александр Иванович 50 2002 знаменитый военный который прошел все и события вот Кишиневым там понятно что и Афганистан был на его счету который подписал со Славным Асхадовым тот самый Хасавюртовский договор об окончании первой чеченской кампании человек который обладал таким голосом есть у меня знакомое выражение но на кладбище его говорить не буду как он говорил он сказал что у него спросили он говорит откуда у вас голос такой вообще а он говорит что ну если вы мне кое-чего отрежете я же фальцетом не заговорю ну человек был фюмором все его знают историю когда погиб Красноярский уже когда он был губернатором Красноярска догадок и как про многих я уже здесь сказал больше миллиона что слишком не так правил потому что не он же один погиб в качестве губернатора а Евдокимов хотя бы тот же самый губернатор который был актером тот в аварии этот самолет упал ну ребята из Красноярска которые смотрят вот ваш бывший губернатор на Новодевичьем кладбище рядом с генеральской аллеей у него даже место более такое элитное потому что генералы они все как бы рядом а у него здесь трон такой и он сидит как бы отдельно вот на такой большой сцене своей вот с таким постаментом таким с улыбающимся лицом интересно что эта цитата означает я всех приглашаю в жизнь ну значит жить хотел человек и всех приглашал в жизни кто-то на него обозлился после того когда он подписал договор об окончании первой компании Нищенской ребят помню по своему детству когда и матушка и бабушка говорили о смотри как Раиса Максимовна одетая потому что это Раиса Максимовна Горбачева покоится здесь жена последнего руководителя нашего СССР Михаила Сергеевича Горбачева куда бы он ни летал и куда бы ни приезжала она всегда была рядом с ним и ее показывали не меньше чем его все наши женщины сравнивали по нарядам что нужно делать что одел Раиса Максимовна то и старались сшить они сами себе более историю рассказывать я думаю не стоит была до конца своих дней его супруга Михаил Сергеевич еще жив и дай бог ему здоровья хоть он все ее там обвиняет развали стороны но человеку нельзя желать плохого лучше пусть будет и все у него хорошо она скончалась от рака тоже от тяжелой болезни хоть такая была известная леди и я так думаю что с финансами там вопросов нету но есть такие болезни которые победить нельзя 32-м родилась 20 сентября 99-го скончалась вот находится уже немножко подальше от генеральской аллеи и недалеко от Александра Лебедя все пока ребят ну на этой могиле я вам скажу всем до свидания до новых встреч сейчас немножко о ней сначала расскажу это Грачев Павел Сергеевич в 48-м родился в 2012-м он не стал Герой Советского Союза министр обороны Российской Федерации генерал армии много разговоров о нем слышал сам знаю как он вел наши войска потому я и служил в то время потому как я и служил в то время вот его именно и обвиняли что в первой компании столько войск-то мы и потеряли по большому счету хотя ситуация неоднозначна и давайте войны обсуждать не будем человека нет не стало были когда-то и достойные у него моменты в Афганистане воевал руководил там ну при жизни потом становился министром обороны снимали с поста смерть вообще по-моему неоднозначная там официально по-моему то ли грибами отравился ну как может такой человек отравиться гриб ну вообще в принципе любой человек может отравиться вот находится он уже ближе к выходу из таких известных людей кого мы могли сегодня по максимуму показать мы попытались отнять всех находились здесь в районе трех часов да не в районе да на улице духота испарения после дождя и уже на некоторых моментах реально начинает кружиться голова когда вот так вот ходишь по кругу туда-сюда вот это вправо-влево и все такое прочее поэтому вот эту максимальную версию мы сделаем для вас выложим ее вы ее посмотрите вот Роман сегодня наш подписчик который еще раз хочу сказать из Киева к нам приехал твое мнение как ты сегодня вживую с нами походил и посмотрел потому что Роман видел те еще работы у Пантелейкина когда мы снимали Ваганькова там и все такое вот расскажи немножко конечно история затрагивает очень как бы изгоден изнутри вот это очень как бы интересно все-таки история это как бы в прошлом уже вот ну и в общем советую всем побывать здесь это как скажем музей музей прошлых лет в общем да эти люди ты видел да сколько здесь и китайских автобусов приходит сюда и так туристы входят поэтому некоторые моменты чтобы для вас отснять иногда нам перекрывали дорогу скажем так и туристами и много людей вот даже сейчас я вам рассказываю да ну трактор понятно он на работе здесь находится ну какие-то такие моменты появляются когда мы стоим отснимаем материал мы первые туда подошли и тут около 30-40 туристов из Китая в общем сложновато немножко ну что я хотел сказать еще раз вам спасибо за просмотры давайте свои комментарии давайте советы что-то неправильно извиняюсь если что-то правильно или комментарии хорошие будет ну спасибо тогда на этом да всего доброго Роман всем пока всем советую кто будет в Москве побывать на этом месте вот в общем спасибо субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok